Девчонки, всем привет. С вами Розанна и рубрика «Одна восьмерка из жизни девочки». Сегодня мы с вами объединим кусочек футворка и кусочек рук. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Начнем с футворка. У нас будет очень простая штука, но очень эффектная в быстром темпе. Что мы будем делать? Две диагонали. Правой ногой. В левую диагональ идем, левой ногой будем противоположно, в правую. Раз, два, три. На центр. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. И вот здесь будет слайд с рукой. Пять, семь. Давайте еще раз схему. Раз, два, три. И пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, семь. Теперь чуть более подробно и детально расскажу, как сделать так, чтобы движение выглядело красиво, а не скомкало. Как я уже говорила, мы начинаем с диагонали. Первый шаг – диагональ, и движения очень короткие. Раз, два, и мы подворачиваемся, возвращаемся в центр. В центр три. На пять мы разворачиваем корпус и ножки, стоя на опорной правой, в другую диагональ. Пять, шесть, семь. Вернулись в центр. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Девчонки, чтобы движение выглядело не разболтанным и в то же время очень четким и легким, вы должны чуть-чуть на опорной ноге своей подворачиваться, стоя на передней части стопы. То есть, отрывая пяточку от пола, смотрите еще раз. Раз, два. Вы возвращаетесь на два на левую ногу, и здесь вам нужно оторвать пятку от пола и провернуться, чтобы вернуться в центр. Пять, шесть, точно так же семь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Чтобы сделать движение чуть более живым, можно добавить бедер. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Еще мне нравится в этом движении, что у нас есть две точки. Одна спереди, вторая там, где мы стоим. И мы как бы немножко создаем кач в маятник. В переднюю точку, вернулись в заднюю. В переднюю и вернулись на свое место. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Можно даже чуть-чуть тазом себя вытолкнуть. Итак, это движение у нас занимает полторы восьмерочки. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. И на пять мы отъезжаем, делаем слайд. Здесь мы берем за основу правую нашу часть и отталкиваемся от нее. Левая нога идет прямо бедром, выталкивается в сторону. Пум. И правая рука остается как бы в стремлении растянуться немножко. То есть корпус у нас остается за правой рукой. Пять. Попробуйте представить, что вы вот от правой своей стороны, да, плечо, под грудью, точка ребра и коленточка. Вот это является сейчас центром, от которого вы будете отталкиваться. Рукой в одну сторону, бедром ногой в другую сторону. Пум. Чуть-чуть раскачаете себя. Пум. Пум. И когда вы сделали вот это раскачивающее движение, вы подставляете правую ногу. Пять. Семь. На семь мы делаем кик, чтобы снова в правую ногу вернуться. Раз. Если это костина, да. Если это не йорк, то вы тоже делаете шаг правый и возвращаетесь в базовый шаг. Давайте еще раз вместе. Схематично. И раз, два, три. Пять. Шесть. Семь. Раз, два, три. И пять. Семь. Теперь спиной. Раз, два, три. Пять. Шесть. Семь. Раз, два, три. Пять. Семь. И давайте теперь сделаем эту музыку. С шагом нью-йорка и с шагом красиво. С шагом нью-йорка и с шагом красиво. С шагом минуем. С шагом. С шагом. С шагом. С шагом. С шагом. С шагом� anью-йорка. С шагом. Я colours, головойанный. GaoS conveеок приятно легче, как легче, как легче, как легче делать. Спасибо за музыку. Ну вот, девчонки, еще одно занятие из рубрики «Одна восьмерка» из жизни девочки. Сегодня мы использовали две восьмерки. Я надеюсь, что вам видео было полезно, понравилось. Делитесь в комментариях своими впечатлениями, делитесь видео в соцсетях. И до новых встреч!